Всем привет дорогие друзья, с вами Ломбарди и мы продолжаем наш сегодняшний марафон. Это у нас уже четвертая серия по ферме. Всего их сегодня будет 10, я намерен это сделать, я себе поставил такую цель. Короче ребята, в прошлой серии я вывез все что у нас было, давайте посмотрим на складе изначально, чтобы хоть как-то сработать на сеялку. Вот, я вывез пшеницу, очень хорошо поднял с канолы и сои, но есть маленькая проблема, я хочу их сейчас засеять, но насколько я знаю, они долго растут, например, дольше чем пшеница. Ну, все равно думаю засеять их, подождать, там есть что, ускорю время, да, чтобы это все было побыстрее. И будем уже, так сказать, вывозить сою или канолу, я еще не знаю, на чем я остановлюсь. Так, давайте зададим маршрут, давайте сбросим и заново, заново поставим ему нужный маршрут. Так, 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 вот, карьер, да, загрузили, гравий. А что у нас там по бетонному заводу? Ну, песок можем чуть-чуть вывезти, давайте вывезем песок. Песок, где тут песок у нас? Вот, песок, отлично. Так, запустить, поехал. Поехал, все отлично. И, ребята, у меня есть такая, у нас есть 92 тысячи, да, как вы можете видеть. И мы можем продать старую сейлку, да, давайте прямо сейчас этим и займемся. Продадим то, что нам не нужно. Я предлагаю сразу продать вот этот вот опрыскиватель, потому что, в принципе... Нет, стоп, он увеличивает. Увеличивает объем. Хм, ну, не знаю. Ладно, давайте опрыскиватель оставим. Оставим опрыскиватель. Оставим опрыскиватель. Так, продаем старую сейлку, да, это еще плюс 11 тысяч. Продаем. Продаем вот эту бочку, она нам, думаю, не понадобится. Продаем культиватор, потому что новая сейлка сразу культивирует и засеивает. И продаем вот этот трактор белорусец. И этот трактор. Продаем, ребята, в чем смысл? Я сейчас все объясню. Вот это старый трактор. Я хочу оставить для вот этой сейлки. Да, наверное, оставим для сейлки. А в магазине сейчас, кстати, стоп. Это мы также... Нет, стоп, 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 стоп. Все неправильно, все неправильно. Или нет, давайте, да, и это продаем. Продаем нахрен. Там объем 8 тысяч литров. Маловато. Маловато. Так, значит, что я предлагаю? Я предлагаю... Я предлагаю купить два новых... Нет, сначала мы покупаем сейлку. А потом мы купим два новых трактора. Мы сейчас залезем по уши в долги. Возьмем опять же кредит. Да, где тут? Ну, уже хоть как-то у нас пойдет прогресс, да, по технике. Одежь ты. Вот. Так. Я хочу... Давайте пока наклацаем, да, денег нам надо будет еще. Так, 200 тысяч. Короче, берем максимум. Блин, 300 тысяч кредитов. Ну, просто жопа. Так. Ребята, поздравляем. Мы в полной жопе. Но зато мы сейчас будем с техникой. Ладно. Берем вот этот вот Т6. Он все-таки... Просто если мы на вот этом нашем стандартном, да... Не, вот этот вот. Вот такой вот у нас не холод, да. Если мы на стандартном будем катать ту сейлку, это будет очень долго. Он будет двигаться примерно со скоростью 5 км. в час, то есть, да, потому что он имеет всего 125 лошадиных сил. Для сейлки нужно 270, чтобы это все дело двигалось нормально, быстро, шустро, примерно километров 20 в час. Ну, конечно же, на такой трактор, в принципе, мы можем взять один дельный, да, так сказать, трактор. Это все будет быстро, но не будем, не будем спешить с этим вопросом. Лучше возьмем вот такой трактор, да, с усиленным двигателем. Раз. И давайте возьмем второй такой, второй такой же. Взяли, так, отлично. И теперь мы берем вот такую тележку, да, побольше. Так, и у нас все плохо, да, у нас осталось 5000, и плюс там, да, что-то в песке там у нас еще валяется. Так, в принципе, в принципе. Так, значит, этот трактор у нас будет опрыскивать. Блин, мне интересно, какой там процент по кредиту-то будет. Давайте сразу его заправим. Удобрениями, да. Как бы это сделать-то, а? Как его, как его заправить? Так, я чуть не понял, или он тут так не заправляется? Или для этого нужны старые подоны, вот как все это было раньше? Так, ну, огорчило что-то меня это все дело. Немного, ребят. Не могу я его... Не могу я его заправить? Не наполнено. Да я вижу, что оно не наполнено. Так, как же... Так, меня это начинает немного бесить, ребята, потому что... Полная фигня какая-то. Ой! Хорошо, мы можем купить обычный опрыскиватель. 24 тысячи. Даже если мы продадим этот, нам не хватит. Блять. Хорошо, ребята, давайте я тогда пока продам опрыскиватель. И вот этот трактор. Будет так. Будет как-то так. Хорошо. В принципе... Не, мы сейчас сделаем все немного иначе. Берем... Цепляем нашу сейлку. Перегон. Запустить по маршруту. Даже вот ему, да, не ахти. Нет, тащит, тащит нормально. Что-то он раздуплился, да? Он подходил к маршруту. Хорошо. Значит, сейчас мы вывозим вот это дело. Перегон. И купим... Купим опрыскиватель. Да, купим опрыскиватель. Купим все-таки. Ну да, пусть будет. То есть, идея будет какая, ребята? Значит, пока... Один трактор... Будет заниматься у нас... Этим, скажите. Ну, будет сеять поля. Да? То есть, одно поле засеял, уехал на другое. И в это время... Второй трактор, да, становится с распрыскивателем. И распрыскивает, ну, удобряет дополнительно поле. Да, по идее, оно вот так вот все должно работать у нас. Потом, когда поле у нас будет... Уже... Ну, когда вырастет урожай, комбайн будет собирать. Тот трактор, который будет распрыскивать, это вот этот. Мы снимаем, да, с него распрыскиватель. Берем вот эту тележку на 15 тысяч литров и гоняем урожай, да, в бункер. Потом все это дело на кразе вывезем. Наверное, наверное, вот так вот и будем работать. Я так думаю. Так, хорошо. Ты родной, в принципе. Прервать маршрут. Выезжай отсюда его быстро. Он сейчас приедет второй трактор. А, в принципе, да, мы можем сразу заполнить все это дело. Блин, ну, я надеюсь, что я тут смогу заполнить и этот, и опрыскиватель. Так, наполнить сейлка. Так, стоп. Для начала выберем, вот, сою. Давайте сою, да, давайте засеем сою. Вот два поля, да, вот за один раз. Так, наполнить. А, это пока удобрение у нас. Пусть будут удобрения. Ну, и как семена-то заполнит? А, вот, наполнит. Все, есть. Так. Ты родной. Блин, вот что они не останавливаются, а врезаются. Не могу понять. Ну, ладно, это уже дело такое. Так. Значит, сейчас, сейчас мы... Тьфу, блин, начинают заговариваться. Сейчас мы кидаем вот тут вот наш прицеп. И поедем за распрыскиватель. Но для начала, так, с тобой, так, надо, чтобы ты сейчас взял гравий, потому что песка там уже маловато. Так, все, отлично. Так, все, отлично. Так, давайте ее сразу же поставим засеивать и поедем себе за распрыскивателем. Будем разбираться с ним. Так. Тьфу, ее чуть-чуть я так заносит, да? И заодно посмотрим, с какой скоростью он будет двигаться и насколько быстрее это все будет. Можно, в принципе, сейчас поставить, ну, обычного найма, но я не хочу это делать. Я хочу больше, да, раздуплиться, как работает с курс-плеем. Поэтому, вот, удобрение и посев. Поэтому мы будем продолжать работать с курс-плеем. Так, поле номер 10, размер правильный. Так, в принципе, можно пока ее опустить. Так, начало юго-запад, направление восток. Возврат нам не нужен. Покажи точки, все нормально. Так, ну, в принципе, ребят, вроде бы как. Вроде бы как все правильно запустить. Ага, вот он тоже не вытягивает, да? 10 километров в час двигается. Что там работает? Да, все работает. Все отлично. Вон он себе поставил маркер. Да, уже на следующий круг. Так, ну, радует, что все это дело работает. Все это очень хорошо. У нас там девушка, да, за рулем. Идем на сеновале, череп, поваляемся. Ты все катаешь. Ладно, это не беда. Так, тут загружается. Все, едем. Едем, значит, мы сейчас возьмем опрыскиватель наш, да? Разберемся с ним, как, что. Как его заполнить. Я не знаю точно, возможно, это, возможно, делается старым добрым аддоном. Блин, ну, не в курсе, я, короче. Не в курсе. Ну, во всяком случае, тот старый был, да, неуклюжий. С ним надо было бы разворачиваться. А тут все удобно. Он прицепится к трактору, да и все. Так. Сейчас главное доехать. А уже наш родной дорогой трактор с сейлкой уже засевает поле. Так что все, в принципе, отлично. Работа не стоит. Бабок мы должны, ребята, дохрена просто. Просто, дохрена. Так, сейчас засеем поле. Я потом чуть ускорю время. Чуть ускорю время, да. И будем, короче, ждать наш первый урожай. И, в принципе, ребят, я думаю, да, вот мы сейчас запишем с вами 10 серий и все остальное. Ну, бабки-то нужны будут мне для дальнейшего развития. Взламывать игру я не буду, ребят. Не буду, как и говорил, не хочу. Есть простой способ решения этой проблемы. Сейчас мы возьмем опрыскиватель и я вам все покажу. Есть простой способ решения проблемы с деньгами и для этого курс-плей нам очень пригодится. Очень пригодится. Он будет нам очень кстати. Так, цепляем сейлку. Ой, сейлку, опрыскиватель. Есть все это дело. И запустить по маршруту. Так, все, поехал домой. Отлично. Так, на что я могу вам, ребята, показать такого интересного, как можно заработать с курс-плеем и без читерства. Ну, как это будет немного читерства? Ну, это уже дело такое. Да, вот возьмем, например, смотрим, какие поля у нас можно косить. Не понял. Есть. Вот, например, 21-ое, да? Например, 21-ое. Посетить. Вот, ребята, поле. И мы можем работать, да, на чужих полях. Вот тут Мамаев Дмитрий, владелец, да, поле 11 гектаров. Вот, его надо убрать. Убрать его можно за 5 часов, плюс он нам платит 150 тысяч. Ну, неплохие деньги, скажите. Деньги неплохие, но 5 часов сидеть, убирать долго, нудно. Да, да, это долго и это очень нудно. Но, но, ребята, с помощью курс-плея мы можем взять эту технику, встать на работу, выбрать поле, выбрать направление. Ну, короче, все, как обычно, мы делаем на наших полях. И запустить его. Да, ты, например, там пошел спать или пошел на работу, комбайн работает. Или ты там пошел хавать, там, я не знаю, отдыхать, там, с девочкой гулять. Не важно. И комбайн работает. Комбайн все это время продолжает работать, да, а потом закончит, вам дадут бабки еще, если это все дело будет быстрее, чем надо, еще премию. Нормально. Как бы, я считаю, что вполне, вполне хорошо. Поэтому, я думаю, я вот таким вот способом проблему с кредитом и порешаю, да, на ночь что покину. Но, но, есть маленькое но, ребята. Надо будет всю технику нашу, наверное, я так думаю, загнать сюда в колхоз, да, потому что иначе ее могут или украсть, или слизь с него топливо. Да, нам это не надо. У нас и так, как говорится, проблем-то хватает. Так, все хорошо, как, 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 как тебя загрузить. Так, он не наполнен. Я знаю, что он не наполнен. Блин, ну это не то. Блин, вот как, как его тут наполнен, ребята. В принципе, да, его, что надо наполнять какой-то жидкостью в виде удобрения, да? А мы жидкость никакую не завозили. Поэтому, я могу, в принципе, понять, что он не наполняется. Это, ну, это понятно. Блин. Что у меня хотят сказать, что мне надо переть за поддоном. Хорошо, ребята, решаем эту проблему, тулям обратно в магазин. Сейчас купим поддончик. Вот, видите, работает прекрасно, со скоростью 13-14 километров в час. Вместо того, чтобы старый трактор работал со скоростью 5. То есть, а этот себе раз, раз, раз все по Шурику сделал. Все отлично. Он уже сделал, вон, сколько? Почти половина, да, почти половина поля. Так, хорошо, едем, решаем проблему. Решаем проблему с нашим опрыскивателем, да? Сейчас заполним его. В принципе, там потом автоматически будет заполняться это все дело наймом, правильно? Да. Все это дело будет заполняться. Сейчас вот трактор, да, он делает разворот и становится опять на начальную точку. Так. Сейчас, значит, возьмем в аренду какой-то погрузчик. Возьмем, купим подончик, да, там где вся эта жидкость для опрыскивателя. И, и все. И все, заполним его и будет нам, как говорится, уже, да, дан какой-то старт. Блин, вот эта возня, она, да, она немного напрягает. Ну, опа-па-па-па. Главное тут не врезаться, да, все привыкаешь, что на дорогах, как обычно, максимум бота, а тут твой едет, да, и не хочется его стопорить, хочется, чтобы продолжал ехать. Хочется, чтобы все это дело работало. Не, ну, такой неплохой, неплохой трактор. Мне нравится. Вообще, я тащусь, там, Т-8, да, он там уже мощный. Но денег он стоит, сука. Ну, все это, все это будет, ребята, со временем. Это все будет со временем. Пока мы не можем, да, располагать такими бабками. Поэтому пока крутимся вот так. Ну, все это дело временное. Ну, с помощью вот полей курсплея я, я реально, я очень настроен закрыть кредит, потому что ну, в натуре это будет быстро, удобно, чем мы сейчас тут будем в попыхах, платить там проценты по кредитам, уходить в минус. А так мы хотя бы, да, отобьем нашу технику. Так, где у нас подоны? Так, подоны с семенами, сухими удобрениями. Вот, цистерна с жидкими удобрениями. То есть, это, по идее, нам надо купить... А это что? Корм для свиней. По идее, нам надо будет закупить таких канистр, да, перевести, перевести к нам. Но, опять же, все это со временем, техники у нас соответствующей нету. Так, и нам нужен какой-то погрузчик. Вот, мини-погрузчик. Ну, надо его взять в аренду. Глядь, три. Че-то дорого-то, а? Че-то поменьше есть. Да, эти еще дороже. Ясно. Мини-погрузчик. Мини-погрузчик. Арендовать. Назад. Ой, не туда. Арендовать. Так. Садимся мы, значит, в погрузчик. В погрузчик мы сели. Так, где наша... Наши вилы. Есть. Так. И теперь, как-то, да, аккуратно подъезжаем, подбираем наш поддон. Блин, да подбились, ты ж нормально. О! Подняли. Но надо поднять еще чуть-чуть выше. И теперь аккуратно назад. Погрузчик маленький. И эта цистерна может нас легко перевернуть. Ай-яй-яй. Хоть бы не напортачить-то. О! Все, пошла загрузка, ребята. Вон, видно, да, у нас жидкое удобрение вон в правом углу. И пошла, да, все, загрузился, значит, да. Все, полный. Да, полный, 1200. Хорошо. Значит, что нам теперь-то надо? Нам теперь надо все это дело отдать обратно. И побыстрее, потому что... Не понял, что арендованную надо именно загонять, да? Или из-за того, что там подон он не хочет, как бы, обратно. Блядь, я и подон не могу продать. Так, подон поставим вот тут, чтобы он нам не мешал. Может быть, он нам еще где-то когда-то пригодится. Так, слей же штык, что ты так... Так. Да. Не охти, придется его угнать сейчас и именно сдавать. Так, а этим временем давайте наш опрыскиватель, да. Давай, тури домой. Так, трактор едет в колхоз, а мы тем временем сдаем этот погрузчик. Так, ну хоть техники скупили, уже радует. Уже очень хорошо. Так. Стоять. Вернуть. И это дело тоже вернуть. Все, есть. Блин, кстати, он катится. Блядь, а грави сейчас нахрен. Он не нужен. Хреновенько. Хреновенько. И... Че у нас там с портом? Цемент так и не завезли, а цемент у нас, походу, только там, да? Ну, походу... Походу, так. А, в принципе, вот, можно было, да, вот, мы можем закупить жидкое удобрение в садовом центре, там, где мы покупали все остальное. Но... Мы не можем это сделать, потому что у нас нет бочки. Ну, ничего. Ничего, в принципе, да, мы могли поступить немного иначе, сколько стоит бочка-то. Так, можно было просто купить... Купить бочку. А, еще нужно специально... Короче, там еще с бочками пришлось бы нам разбираться. Так, как говорится, все понятно. Так, опрыскиватель есть, опрыскиватель полный. Все отлично. Ставим его сюда. И сразу, в принципе, можем настроить. Не делать, а пока просто настроить маршрут так. Опустить, развернуть опрыскиватель. Так, ну, как-то вот так, да. Старт. Как обычно у нас. Так, отлично. В принципе, маршрут построен. Вот, все, пока он может просто стоять. Я надеюсь, его не сопрут. Пока наша сейлка закончит всю работу. Закончит и все. И нам останется просто запустить этот маршрут. И он все будет опрыскивать. Так, ну, ладно, ребят. Я думаю, пока сделаем перерывчик. Так, я смонтирую быстренько эту серию. Задьем на ютубчик. И следом, следом, начнем уже пятую. Пятую серию по ферме за сегодня. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И ждите выпусков. У меня на угол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok